Вечер Пусть не будет сегодня нахмуренных лиц Веселая шутка к нам в гости спешит По шару земному, не зная границ Улыбка, улыбка, улыбка летит Улыбка, улыбка летит Что такое? Не может быть Честь имею Честь имею Не скажет ли пан который час Без пяти Без пяти чего? Не знаю, я потерял маленькую стрелку Ничего не понимаю Какая-то инвентаризация Когда сегодня должна быть свадьба А может я что-нибудь напутал? Честь имею Я к вашим услугам Не скажет ли пан какой сегодня день? Я точно сказать не могу Но по усредненным данным Сегодня нечетное сентября Абсолютно четного года Все правильно Без пяти как сентября Свадьба моей ржбетки Нет, этот похоже не отступит Пора закругляться голуби Моисе закрылые Если он пойдет на таран Не нервничайте Пан Гималайский У нас есть еще несколько минут Итак, дорогие мои Подведем печальный баланс Стоило нам лишь на секунду Ослабить бдительность Как положение в нашем тресте Стало на грань катастрофы Стало на грань катастрофы Добрый вечер, дорогие друзья Извините, что не встретил вас Как обычно у входа Впрочем, как вы догадались Входа у нас сегодня нет Я даже не знаю Есть ли у нас сегодня выход Тут такое намечается Пока К сожалению Намечается свадьба Если она состоится То ее разрушительные последствия Трудно будет воспроизвести Даже в самом красочном представлении Пана Гималайского Пани Каролинка Глядя на нее Начинаешь понимать Что современной женщине Быть слабой Не под силу Прошло более трех месяцев С того дня Как мы Допустили здесь Эту Так называемую Помолвку Нашего Дорогого пана директора С никому неизвестной Самозванкой За это время Никто из нас Не сделал Ничего путного Чтобы предотвратить Надвигающуюся катастрофу А что поделаешь Пане Каролинка Ирония судьбы Цепь Геменея Режиссер нашего Трестовского театра Пан Гималайский Его последняя постановка Наделала много шума Во время действия Три раза падали декорации Нет, пан Гималайский Это не цепь Геменея Это цепь с капканом Вот именно С волчьим Ведущий экономист Треста, пан Владок Его девиз Семь раз отмерь А отрезать поручи Заместителю Правильно, пан Владок И именно поэтому Сегодня наша задача Сделать все возможное И невозможное Чтобы вытащить Нашего недотепушку Из этого Капкана А если это Любовь? Племянница пани Моники Ева Очень непосредственное создание Она только недавно узнала Что Сервант и Сервантес Продаются в разных магазинах Вот мой сбышек Со мной Обо всем Забывает Вероятно Поэтому Он до сих пор Не сделал вам предложение Между прочим Права была Пани Моника Когда говорила Что вы Могли бы составить Отличную партию Пану директору Тогда бы нам Не пришлось сегодня Ну Пани Каролинка Спокойно Этот вариант Мне еще нужно Обсудить С паней Моникой Какая жалость Что она так Не кстати Заболела По-моему Вы сгущаете Краски Пани Каролинка Любовь Это святое чувство Петрарка К вашему сведению В своих знаменитых Сонетах К лауре Всю жизнь Правильно Всю жизнь А если бы он Вдруг Вроде нашего Пана директора Так же Опрометчиво Женился На своей Лауре То я думаю Что мы с вами Сегодня вряд ли Читали бы его Знаменитые Сонеты Ну знаете С вами как-то Невозможно Разговаривать Пан профессор Путем длительных Сложных экспериментов Пришел к выводу Что физический труд Переходит в умственный Если им заниматься Мысленно И не надо Разговаривать Пан профессор Хватит Мы проговорили Три с лишним месяца И вот К чему это привело Пора не говорить А действовать Зосенька У тебя все готово? Конечно готово То есть Как договорились Ничего не готово Горячие закуски Холодные Холодных Вообще Кофеварка Кофеварка Сломана Машина С пивом Застряла Официантка Нашку кабачка Пани Зоси Всякое производство Считает вредным Если там Приходится работать В качестве Подарка невесте Удалось достать Отличный набор Мелихеровых ложек С дегтем Бармен нашего кабачка Пан Беспальчик Кулинара Высочайшего класса При желании Из одного кролика Может приготовить 200 порций Куропатки Пани Ева Пан Гималайский За мной У нас с вами Сегодня самые трудные роли Что за шутки с инвентарем Куропатки В день свадьбы Вашего непосредственного Начальства Это тактический ход Пани Едвига Мы всегда вывешиваем Такие объявления Когда хотим Избавиться От случайных посетителей Вот как А вы не боитесь Что при такой тактике Вы сможете избавиться И от своих так же Я только что видела Удаляющаяся спина Дорогого дядюшки Станислава Правда Какая жалость Что это за чучело Это не чучело Пани Едвига Это манекены Из дома моделей Со свадебными нарядами Для нашей пани И лишь беточки Возможно Ей захочется Их примерить Думаю Что ей сегодня Будет не до этого Надеюсь Вы запомнили Эту энергичную женщину Сестра невесты Пани Едвига В прошлый раз Ее уникальные пирожки Произвели сенсацию В кабачке В общем К кулинарии У нее довольно Оригинальные отношения О вкусах не спорит Говорит она мужу И кормит его Одними пельменями Как дела Со свадебным столом Все в порядке Пани Едвига Есть что-нибудь горячее? Разумеется Есть Что? Плита Ваш черный юмор Может помешать Вам по службе Дорогая Вы знаете Эта праздничная кутерьма Меня совершенно доконал Сочувствую Я тоже порядком Замотался Я сегодня легла С петухами А вы? Я нет К сожалению У меня нет Петухов Мне кажется Я где-то вас встречала Мне ваши лица Очень знакомы Возможно Я всегда его ношу На одном и том же месте Вспомнила Это вы будете Сегодня уручать Нашим молодым Ключи От их Новой Квартиры Я Прекрасно Скажите мне Пожалуйста Как Как вы собираетесь Вручать ключи От квартиры Которой еще нет В помине Там потолки протекают Паркет вздувается Двери не закрываются Ну можно ли В такой радостный день Говорить о мелочах Мелочах Ну как же о мелочах Когда там Краны испорчен Битые стекла Да будет вам известно Что новые дома Без боя не сдаются Квартира принята С оценкой Отлично 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 Паркет вздувается Ну и что Зато двери открываются Да Но не закрываются Много вы сразу хотите А окна Окна ведь открываются Окна открываются Окна открываются Окна открываются И не закрываются А зачем их открывать Как? На улице копоть Зима на носу Теплее будет Зато я лично наблюдал Как замечательно течет вода Из всех кранов Нет Нет Вода течет не из кранов Вода течет из батареи отопления О ничего подобного Ничего подобного Я вот как прораб На общественных началах Могу заверить Нет 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 Не надо мне рассказывать Ваши прорабские сказки Что будем делать С недоделками Устраним Когда? В течении Чего? Конкретно сказать Затрудняюсь Но по нашим Строительным нормативам Новый дом Еще год должен давать усадку Год? Не меньше Год Не меньше И трогать его Никак невозможно Ну почему? Ну почему? Ну если он так усядет Что совсем в подвал опустится В подвал? Тогда и окна не будут нужны И квартиры не нужны И двери придется заново прорубать Да 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 Вы знаете Да Скажите дорогой А что же Вы собираетесь вручать Сегодня нашему молодым? Как что? Что? Акт Акт? О приемке квартиры Для молодоженов В соответствующем оформлении В каком оформлении? В художественном Художественном Пани Зоси Продемонстрируйте пожалуйста Художественное оформление Акта приемки квартиры Для молодоженов Продемонстрируйте 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 Натерные оки А так приемки днес Мое позвание Добрый вечер Добрый вечер Là Вот он Виновник нашего Сегодняшнего торжества Пан директор Идя в ногу со временем дал обязательство завершить медовый месяц в двухнедельный срок. Без невесты. Мне только что доложили, что невесту еще одевают. Я решил пройтись в кабачок пешком, так сказать, тряхнуть стариной. И правильно сделали, пан директор. Тряхнуть стариной для вас это сейчас очень даже кстати. Не исключено, что и на работу вам теперь придется ходить пешком. Это почему же? У меня же есть служебная машина. Была, пан директор. А теперь, я думаю, будет на ней ездить паня Эльжбета. Ну и что тут особенного? Вы что, хотите заставить бедную девочку бегать на работу на своих двоих? Ну, не для этого же она выходила замуж. На работу можно прекрасно и на трамвайчике добраться. Кстати, трамвай прекрасная вещь. Я сам проехал сейчас, две остановки больше не дали, выпихнули. Зато как удобно. Кругом люди, люди, люди такие отзывчивые, с таким удивительным чувством локтя. Даже все ребра помяли. Что вы, пан директор, стоит ли обращать внимание на такие пустяки? Разве счастливая семейная жизнь не стоит нескольких помятых ребер? Зато как приятно, когда каждую секунду ты чувствуешь на себе пристальный взгляд любимого создания. и как замечательно, когда это любимое создание вот так вот ласково взглянет тебе в глаза и ангельским голосом скажет, «Казик, сбегай на рынок за картошкой. Казик, и заодно отнеси вот этот тюк белья в прачечную». На что это вы намекаете, пан Беспальчик? Вот именно. Не надо намекать на прачечную, пан Беспальчик. Может быть, пани Эльжбета всего лишь попросит пана директора вымыть в квартире полы. Как? И полы я должен мыть? Ну, что вы, пан директор, вовсе не обязательно. В семейной жизни все построено на добровольных началах. Может быть, пани Эльжбете будет приятно поручить вам приготовление обедов. Правда, здесь нужна необходимая подготовка. Как и обеды я должен готовить? Ну, что вы, это совсем просто, пан директор. Берете книгу о вкусной и здоровой пище? Ни в коем случае. На этой книге я обжегся еще в холостяцкой жизни. Там все рецепты начинаются словами. Возьмите чистую тарелку. А где ее возьму? Чистую тарелку проще всего купить в хозяйственном магазине. Это, во-первых, избавит вас от ежедневного мытья посуды, а, во-вторых, позволит вам выбрасывать всю битую утварь спокойно в мусоропровод. Кстати, там же, в хозяйственном магазине я рекомендую вам купить в подарок невесте стиральную машину. Лучше автоматическую. Вот это вы хорошо придумали, дорогой мой. Еще бы, вам не придется стирать вручную. Что? Мне стирать? И стирать, мыть окна. Разве тут получишь полное удовольствие? Вот ежедневно утром варить кофе, вот это действительно наслаждение. Как? Я и кофе должен варить. Что вы, пан директор, разве вам неприятно будет встать утром, на часик пораньше, сбегать в кондитерскую, купить свежих рогаликов, сливок, сварить ароматный напиток и подать его прямо в постель к только что проснувшейся пани Эльжбете? Я могу провозиться с этим делом и опоздать на работу. Это не страшно, пан директор. Гораздо страшнее будет, если вы опоздаете с работой. Вот тут уж всякое может случиться. Что с вами, пан директор? Что-то жарковато у вас тут. Это от прилива счастья. Все-таки вам необычайно повезло, пан директор. Что-то мне говори, женитьба великая вещь. Вы с нами согласны? Да. Я согласен. Один-ноль. Один-ноль. Добрый вечер. Добрый вечер. О, Сбышек, как хорошо, что ты пришел. Ты один? Нет. Меня привел сюда дядюшка Станислав. Он уверяет, что на дверях кабачка только что висел замок. А у вас тут оказывается застолье в полном разгаре? Нет, до настоящего застолья. Дело еще не дошло. Мы еще только репетируем. Неплохо устроились. Рекомендую. Сводный племянник дядюшки Станислава Сбышек. А это наш дорогой жених. Красавец. На это вы скажете. Рад познакомиться. А где же пан Станислав? Он задержался у входа. Изучает систему ваших замков. Ну что ж, как говорится, примитимые, самые искренние. Благодарю вас. Не стоит. Сам недавно женился. Правда, исключительно с чувством благодарности. К кому? К жене, естественно. Она спасла мне жизнь. Каким образом? Однажды наявилась ко мне с ружьем и сказала, что выстрелит, если я на ней не женюсь. Не может быть. Может. Кстати, это родная сестра вашей невесты. У них с паниэльшбет и поразительно схожие характеры. Понятно. Не расстраивайтесь. Признавайтесь, кого задумали-то. То есть? Я спрашиваю, кого задумали, мальчика или девочка? Ну, когда же было загадывать? И свадьбы еще не было. Свадьба не помеха. Это дело заранее обдумывать надо. Как это заранее? По науке. Садитесь. Я вас протестирую. Свинкой в детстве болели? Нет, только кокльшем. А что? Темноты боитесь? Боюсь. Сны по ночам видите? Ну, вижу. Например, сегодня виделся из обедушки. Мы плывем, плывем на этом, как вы на поезде. А часто вы с ней летаете? Нет, я больше поезда. Или же Бэтка тоже с вами на этом поезде? Тогда как. Иногда, вероятно, поздно ложится и тогда догоняет меня на самолете. А бывает так, что догоняет не она, а совсем другая женщина. Что, в таком случае не дала бы мне проснуться? Почему она ведь тоже спит? Вот, надо только делать вид, что спит, а на самом деле все время в окно смотрит. И как только заметишь, что за поездом посторонняя женщина гонится, сразу же стоп-кран дергает, женщина мимо и проскакивает. Она что же не может остановиться? Может, но боится. Почему? А вдруг встречный поезд пойдет? Так, со с нами мне все ясно. Теперь повернитесь ко мне в профиль. Все ясно. Ждите мальчика. Где вы видите мальчика? Да вот же он. Вон, видите усы на камине. Какие же это усы? Это трещины в кирпичах. Дорогой мой, да вы, оказывается, ничего не смыслите в научном прогнозировании. Для руководителя Треста это непростительно. Впрочем, если вы не доверяете усам, я сейчас протестирую вас на кофе. На растворимом? Нет. На натуральном. Пани Зося. Слушаю вас, пань. Чашку натурального кофе для нашего жениха. Сию минутку. Прошу вас. Благодарю. У вас найдется иголка. Такая вас устроит? Вполне. Что это вы делаете, пан? Мы определяем будущих наследников пана красавца. Так. А теперь за дело. Что? Я должен это выпить. Спокойно. Вы должны достать из чашки иголку. А? Рукой. Ну, я же обожгусь. Исключено. Иголка уже остыла. Ну, кофе как кипяток. Вот и хорошо. С холодным кофе ничего не выйдет. Тащите, пожалуйста. Добже. Покажите палец. По-моему, напуглился. Пардо добрже. Значит, будет девочка. Как девочка? Как девочка? Был же мальчик. 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 Как будет? А по последним научным данным, девочка. Как же так? А усы? Какие усы? Которые на камине. Не было усов. Это трещины на кирпичах. Но вы же обещали мне мальчика. Мальчик. Мальчик. Ничего я вам не обещал. Вы, оказывается, капризны. Еще и свадьбы не было. У вас уже претензии, претензии. Придется напомнить Эльжбетке о ее покойной тетке с ружьем. Не надо. Не надо. Я согласен на девочку. Ну вот. Это уже научный подход. Что ж, в таком случае, может быть, отметим это дело. С удовольствием. Что вы пьете? Практически все. Вот и отлично. Приятно иметь дело с настоящим мужчиной. Пане Зосе, будьте любезны мне рюмочку вишневой, нашему неповторимому жениху полный стакан минеральной. Замечательно. Вот это замечательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Корректор приветствовать Communist America как на злость нет так事 свободно Барбара ту, Барбара там Не третимая зекара toujours гдесь гна ein dep理от там Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добрый вечер, рады вас видеть Проходите, пожалуйста Ну как дела на передовой? 50-50 Паня Едвига захватила ключевые позиции на кухне Идет активное наступление на свадебный стол Жених сияет словно отелло при виде своей Дездемона Сейчас я этого отелло быстро в яго перегримирую Вот или это, мавр мой, ненаглядный Да что вы, пан Гималай, что вы, не узнаете меня? Дай мне обнять тебя в минуту роковую Ну какова? Хороша? Кто хороша? Сущая фелия, если бы не вы ни за что, не упустил бы А я тут при чем? Я все видел Что вы видели? Как вы шли? Куда я шел? Ну вы-то уж отлично знаете Куда вы шли Сокол вы мой Ясногласный Я как вас увидел Думаю, думаю, пан директор Идет и улыбает Своей неповторимой, бессмысленной улыбкой Ну думаю, значит, у пана директора Все в порядке Мало ли чем я могу улыбаться, пан Гималайский Может быть, вчера погода была хорошая Вот я и радовался Вот и я так подумал Радуется наш пан директор Хороший Погода, а как ему не радоваться Если рядом с ним Пани Беата Идет Тут не только хороший Тут и плохой погоде Обрадуешься Ну что, пан Гималайский Мало ли я с кем случайно на улице сталкиваюсь Мало ли с кем мне по пути оказалось Вот и я так подумал Случайно по пути Пан директор с пани Беатой Оказалось Так я подумал Особенно, когда вы в магазин сувениры Завернули его, думаю, им случайно по пути оказалось Что-то не припомню Такого случая С этой женитьбой совершенно замотался Не помню, где был И что делал Вот и я так подумал Ведь не вспомнит Пан директор Обо всем Да и думаю я ему Обо всем об этом Напомню, как они С паной Беатой В магазин сувениры Заглянули Да тише вы Что вы кричите на весь кабачок Ну, может быть, я и заглянул В магазин сувениры Чтобы своей невесте Пане Эльзабете Подарок купить А я и не сомневаюсь Что подарок И я не сомневаюсь Что невесте Тем более, что вы Этот подарок Пане Беате И вручили Ну, это по ошибке Это случайно Это женитьба Кого хочешь Из колеи выбьет Я и так и подумал Я и так и подумал Пан директор Что случайно Тем более, что За это Одиссеевы мои Непрекаянные Пане Беата Вам спасибо Она не за это Спасибо сказала Она сказала Спасибо за то, что Ее в такси Посадил, чтобы домой отправить Посадили, посадили Посадили, посадили Пан директор Но не в такси А в свою Шкоду персональную Конечно, я все-таки Джентльмен Пан Гималайся Джентльмен Джентльмен Пан директор Джентльмен Да И еще какой Джентльмен Я лично всегда считал вас Настоящим джентльменом Но когда вы сели Рядом с пани Беатой Тут же я окончательно Убедился Джентльмен Высшей пробы Таких теперь мало осталось Очень мало Если пани Беата Беата Джентльменстве Узнает Тише вы И нас дашь симпатия Су кариним И алегрия Оле! Леверас Тодо ла бида Ун амор Ке нунка мас Олбида Тодо ла бида 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 Извините, пан директор, но к нам заглянула американская киноактриса. О, хелло, мисс Джефферсон Голливуд. Очень приятно, пан директор, местный. Вы надолго к нам? О, не люблю знать, я люблю путешествовать в все страны. А мистер любит путешествовать. Да, очень. Вы, конечно, были в Рио-де-Жанейро. Конечно, не был, но слышал много. А Ниагар увидели? Не встречался, к сожалению. Но озеро Титикак увидели. А, Титикак увидел по телевизору. Замечательное озеро. О, ла-ля. Такой супер джентльмен и нигде не был. О, чему, нигде. Я был в этом, в Кракове, в командировке. Что есть в команде, Ровка? Ну, тоже вроде бы путешествовать. Только не за свои деньги, а как бы по работе. О, ла-ля, работа скучно. Такой супер джентльмен не должен иметь работы. Он должен иметь бешеную карьеру. Вы так думаете? Где? Ну, что вы, миссис Пингертон, я... О, да вы шутник. Можете называть меня просто Кэт. Спасибо, Кэт. Я так замотался. Может, попрокинем по стаканчику виски? Или как это у вас говорят? Познакомимся. Ну, это что вы. Я за рулем. Ничего. Я вам дам своему столу. Нет, нет. Лошадей я боюсь. Тогда шампанского, окей? Шампанского? Тогда окей. Сочно. Бутылку мадам Кляков. Для мистера директора я плачу много денег. И что вы, зачем тратиться? Я сам заплачу. Я угощаю. Мне все равно некогда девать мои миллионы. Как вы, миллионерши? О, да, но деньги не приносят счастья. К сожалению, ты понимаешь, слишком поздно, когда уже имеешь несколько миллионов. Ох, я так несчастлива, одинока. У вас нет друзей, знакомых? Никого. Был у меня один рук, но его убили. Стулом. Стулом? Окей, электрическим. И вот теперь я ношусь по свету, как оторваный листок. Вот приехала сюда к вам на собственном поезде, 11 вагонов и все пустые. Одна в целом составе? О, да, там есть машинисты и кочегар, но они не в счет. Так можешь сойти с ума. Возможно, я так и сделаю. Что вы, вы такая молодая, красивая, к тому же миллионерша. Как вам сказать? Только честно. Нравитесь. Окей, вы мне тоже понравились с первого взгляда. Так убежим отсюда. Куда? Куда глаза глядят. В рюм на Ниагару, на Титикаку. КОНЕЦ 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 забейте. Она что, тоже милионерша? Нет, она на кладе. О, тогда она красавица, звезда. Как вам сказать. Тогда зачем вам это надо? Я обещал. Тогда я вас украду отсюда. Хотите? А разве сейчас это возможно? Для любви нет преград. Сейчас вызову собственный самолет из Калифорнии, и мы с вами умчимся на Гавайские острова. Нет, на самолете меня укачивает. А потом как быть с поездом? Да бросим его. Как? Целый состав? У вас нехорошая привычка бросаться поездами. Эта кора зорится недолго. Окей. О, я вижу, у вас есть предпринимательская жилка. Чувствую, вы будете вертеть моими миллионами, как захотите. Впрочем, я буду счастлива вручить вам свое состояние вместе своим сердцем, а взамен вы отдадите мне свое сердце. Верно? Видите ли? Вижу, 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 мой дарлинг, что вы любите только меня. Меня одну. Скажите же мне, что вы любите только меня одну. Я боюсь. Вдруг паня Елизабет. Не забудьте о ней. Я вас уже похитила. Нас уже здесь нет. Нас уже здесь нет. Нас уже здесь нет. Мы далеко-далеко. В целом мире мы одни. Одни. Только вы и я. Только вы и я. О, мой дар. 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 Благодарю вас, пан директор. Я всегда знала, что вы любите только меня одну. Я так счастлива. Что вы наделали, парень Каролинчик? А что я наделала? Да я ничего не наделала. Я только хотела восстановить истину. Только истину. Моя жабочка. Субтитры подогнал «Симон» 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 А вот об этом прошу не беспокоиться. Пан директор будет жить у меня, ведь мы любим друг друга. Наконец-то, моя дорогая, ты вовремя подоспела. Тут без тебя такое, такое... Да, чуть было не окрутили твоего красавца. Это исключено. Казик любит только меня. Верно, милый? Да, моя прелесть. Только тебя. Наконец-то все прояснилось. Вот видите. Ну вот. Теперь действительно все прояснилось окончательно. Что ж, пан директор, по-моему, самое время пройти к свадебному столу. Нет. Никакого свадебного стола. Никакой женитьбы. Все закрыть на учет и переучет. Я все должен хорошенько обдумать. Ох, обдумать. Ну что ж, дорогие мои, дадим пану директору все хорошенько обдумать. Дадим пан директор. Дадим пан директор. Решено. Думайте, пан директор. Сотрудники вашего треста не возражают. И в случае каких-либо затруднений смело обращайтесь к нам. Мы вас в беде не оставим. Ну что ж, дорогие друзья, как видите, этот фантастический заговор наших завсегдатов увенчался успехом. Свадьба, как видите, отложена. Как только поступят какие-либо новости на этот счет, я вам немедленно сообщу. А пока наши неунывающие завсегдаты желают вам всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»